здравствуйте уважаемые зрители подписчики моего канала сегодня мы с вами находимся в районе лефортово это юго-восточно административный округ москвы недалеко от третьего транспортного кольца и сегодня мы рассматриваем жилой комплекс под названием красноказарменная дон 15 вот она красноказарменная она там видна левее вот сейчас я нахожусь в ранее энергетического переулка что хочется сказать об этом жека это жилой комплекс от компании пик комфорт-класса принципе довольно стандартный пиковский жека но с небольшими различиями до представляет он из себя 5 башен 25 этажных и они при этом характерно черта этого жека заключается в том что они одинаковые по своей высоте да вот эти вот все 25 этажки они одинаковые и ничем друг от друга не отличаются ну обычно пик строят разновысотные да тут не стали они делать разновысотность и заморачиваться и сделали соответственно одинаковые по высоте все жилые комплексы на всех корпуса жилого комплекса что касается архитектуры то принципе архитектуру как как стандартная пиковская особо не блещет обычные такие коробки довольно однообразные фасадами отличающимися только по цветовой гамме единственное что украшают эти фасады может быть от некоторых других жилых комплексов пиковских это наличие французских балкончиков да вот покажу вот ведь вот эти французские балкончики это ну такие как бы легкие условные балконы которые просто обрамляют вот эти панорамные окна жилого комплекса не более такие эти окна как мы видим продолговатые то есть они с панорамным остеклением и могут открываться настежь то есть летом можно будет открывать окна эти балкончики позволяют натер открывать окна и в принципе это очень модно современно и легко дышится при этом ну можно так покурить да выйти на такой балкончик нельзя ну вот одна это единственное пожалуй что в этом фасаде до 1 что этот фасад разнообразить да ну еще и здесь есть вот эти вот видите карманы для кондиционеров до больше общем то ничего нету фасады такие довольно стандартные что касается квартир то здесь есть различные планировки есть студии есть квартиры пенал и угловые квартиры вот есть еще однушки двушки трешки есть евро формата квартира то есть где кухни с прихожей совмещены есть обычные планировки с большой кухней вот очень довольно для разнообразного для такой технологии и ноги здесь панельная но имеющая в своей основе железобетонный каркас да то есть имеется монолитный железобетонный каркас на который наслаиваются такие вот железобетонные облицованные панели вот я вот эти здесь видны эти панели до трехслойные они здесь будет лучше наверно видно видите даже швы вот эти между панелями они заметны да и они уже идут вот с этими такими большими окнами дали кресток на двухметровые спекла довольно большие недовольно современные тоже евро формата визуально увеличивают объем квартир вот имеют панель своей основе трехслойную структуру это бетон утеплитель бетон то есть они довольно современные они теплоизоляционными свойствами обладают неплохими герметичными свойствами вот и потом уже вот эти панели облицовываются вот это вот клиникерным кирпичом ведь и такая за эти имитации как бы кирпичного дома да вот хотя на самом деле это конечно же панель такая сделанная по технологии домов эконом-класса там по советских да вот эти отказ делали панельки вот принципе это более продвинутая версия технологии строительства панельных советских постсоветских домов вот что касается проблем да то этого же канут не нравится мне то что это очень близко до расположены корпусах друг другу вот они прямо очень близко расположены друг другу и создается ощущение что будут окна в окна смотреть вот это из плюсов можно выделить район лефортово да это довольно старый в принципе район московский центральную к центру относится может сказать и здесь нет особо конечно место так ведь и вот для строительства большого какого-то злого квартала да поэтому это такой знаете точечный впихнутый микро квартал пиковский поэтому здесь конечно же проблемы с местами поэтому и здесь и корпуса так смотрят друг другу прямо лицо и проблема с парковкой то тоже имеет место быть да здесь единственный шанс здесь припарковать машину это купить парковочное место да с парковочными местами здесь есть некоторые проблемы в частности очень дорого они здесь стоят и очень дефицитные то есть парковочные места здесь стоят но в районе знаете в районе где-то пожалуй 33 миллиона рублей где тогда последняя стоимость была это очень дорого в принципе вот но парковка поэтому смогут быть проблемы теоретическом будущем что касается внешней инфраструктуры то здесь есть детские сады и школы потому что ближайший мистрой здесь авиамоторная где 15 минут их отсюда туда вот по энергетическому по красноказарменной если налево повернуть да вот красноказарменная налево там будет метро и моторная также если фортово метро на севере третье транспортное кольцо и на западе с энтузиастов да но это где-то наверное может быть совсем близкое расстояние там нож километр вот то есть на машине и на метро из принципе довольно удобно выезжать то есть внешне к турне довольно плохая потому что довольно обжитой к район этот лепортово уже довольно старый там где в районе моторная там есть инфраструктура также здесь есть леруа мерлен вот я сегодня был леруа мерлен есть ашан куча магазинов школ он вот на самом что касается внутренней инфраструктуры то так же вот на территории самого мужика будет строиться еще детский сад но правда никогда когда он будет построен и непонятно потому что нет никаких сведений то есть относительно срок реализации детского сада поэтому возможно какое-то время придется ходить в ближайшие ближайшие детские сады и школы вот что еще сказать вот входные группы здесь проходный групп может быть пока не видно да ну вот видите вот строится первые этажи здесь первый этаж они будут коммерческие помещения данные вот коммерческие помещения первых этажах всякие пекарни минимальные маркеты будут входные группы здесь будут панорамным остеклением трехметровый высота у них будет то есть будут довольно таки просторные входные группы сами квартиры кстати здесь тоже от 2,6 метров до 2,8 метров вот а входные группы здесь будут соответственно около 3 метров входные группы будут колясочные велосипедные дымофон но все-таки стандартные фишки которые пиковские которые для всех современных жека принципе уже наверное представлены ну без барьерные соответственно будут входные группы дворы будут тоже закрыты от автомобилей то есть дворы здесь будут дворы парки сделаны в виде дворов парков будут оборудованы детские комплексы будут скамейки с малых и стульной формы будут воркауты для занятия спортом то есть ну вот дворы здесь такие тоже пиковские они современные довольно довольно стандартные в окружении здесь есть недели были фортовский парк еще в принципе вот сам себе ли фортово читается промышленный район москвы до промзоны но вот конкретно здесь например промзон не ощущается вот и мне кажется что вот этот же каун он расположен в очень хорошем районе москвы 2 в районе лефортово до наиболее наверное не промзонным потому что нету здесь воздействия шашцы энтузиастов нету в одессе трешки например да очень удачно находится еще здесь видите вот он находится в окружении вот там московский энергетический институт да вот тоже вот легендарный его легендарными формами архитектурой вот вот там вот видите жк символ митовский находится вот он вообще находится он бизнес класс да я хочу пробую увеличить но он находится прямо на трешке да он очень удачно находится а вот этот вот жк до пиковский он конечно находится ну прям вот на эти вот в положении мне его очень нравится вот это наверное самый большой плюс то что он находится в промышленном районе лефортово очень и очень удачно он расположен вот вообще вот раньше на месте этого жилого комплекса на этом месте до находился легендарный хлебзавод номер двенадцать вот раньше он назывался когда его построили построить в тридцать третьем году назывался хлебзавод имени сталина потом когда произошел культ культ личности в облачении культа личности он уже переименовался стал просто звать хлебзавод номер двенадцать вот довольно такой завод был большой обеспечивал большую часть москвы хлебом даже была к нему подведена отдельная трамвайная линия вот а в девятнадцатом году этот завод выкупил пик снялся его соответственно и построил свой жк и поэтому в принципе вот портит конечно мне кажется немножко дойдет башни да не портят легендарный фортский район где находится энергетический институт вот где хлебзавод был этот корпуса видите хорошие показать так не видны будут эти вот эти корпуса вот эти вот на московском юридическом институту да очень классные поэтому наверное минус только для окружающей территории а для самих жильцов под плане окружения конечно это плюс да очень-очень мне кажется для лепортова удачное расположение что касается стоимости квартир то квартира здесь как я уже сказал здесь студии да сам дешево квартира студии здесь 27 метров она стоит 13 миллионов рублей ну конечно дороговато да для студии эконом-класса есть также однушка 36 метров она уже там 15 с половиной миллионов идут вот поэтому стоимость высокая конечно конечно минус да ну плюс хорошее расположение хорошее положение сильно хорошее расположение портова это не промышленная зона лепорта в отличие от других районов других мест лепорта вода кота который в основном представлены промышленными зонами например серпа молода тот же самый ну вот кстати говоря вот этот вот митовский символ да он на территории серпа молотом вообще промышленность ощущается очень сильно здесь без этого не ощущается поэтому это плюс конечно его расположение но минус наверное это как я уже сказал цены да вот архитектуры пиковская стандарта но об этом можно можно не говорить потому что и так уже все знают какая архитектура у пика ну и также проблема с парковкой да очень дорогие парковочные места это тоже минус вот плюсы тоже еще можно выделить это хорошую внешнюю инфраструктуру то есть я вам сказал да здесь много гипермаркета строительных продуктовых институт тот же самый куда можно пойти учиться детям школы поблизости метро лефортовые и самое значит авиамоторная вот это все конечно плюсы да вот такие плюсы и минус этого жига спасибо что смотрели мой обзор подписывайтесь на канал буду вам очень благодарен всем удачи всем пока увидимся